Фильм «Айлита» Якова Александровича Протазанова наверняка один из самых амбициозных и уж точно самый дорогостоящий проект молодого советского кино. Этот фильм шел более полутора часов, он был поставлен режиссером, который только что вернулся из эмиграции. Наконец он был экранизацией знаменитейшего романа «Красного графа» Алексея Толстого. Этот фильм не затерялся в истории кино, мало того, по мнению многих исследователей, он оказал влияние на жанр кинофантастики и в 2000 году в Кане «Фильм «Айлита» наряду с признанными шедеврами этого жанра вошел в число 33 самых значительных фантастических картин в истории кино. Как я уже сказал, роман «На полете на Марс» пользовался в стране большой популярностью, приходящая в себя после гражданской войны страна, нуждалась в зрелищах. И вот студия «Межропом Русь», тогда крупнейшая киностудия страны, ныне это киностудия имени Горького, осуществляет самую грандиозную по тем временам постановку, проект поистине национального масштаба. Можно сказать, что для государства успех элиты имел политическое значение, поскольку Россия должна была продемонстрировать в фантастической кинопостановке техническую мощь и вселенские амбиции. А между тем, внутри государства назревали серьезные перемены. 21 января 1924 года умирает Ленин, страна живет в условиях новой экономической политики, НЭПа. НЭПа, как тогда казалось многим, это отказ от идеалов революции в пользу симбиоза капитализма и коммунизма. И рядовой советский гражданин оказался в условиях переходного периода, зажатого в тисках между прошлым и будущим. И вот в элите ощущения и попытки осознания этого странного времени – ключевой момент для понимания картины. В 1924 году Якову Александровичу Протазану, которому была оказана честь возглавить этот проект, было 43 года. На его счету было множество кинокартин. Почти 15 лет работы, прежде всего в российском традиционном кино, но и во Франции, в Германии, где он уже снискал лавры очень крупного режиссера. Для него элита должна была стать новым этапом в карьере, своего рода открытием новой России. Заметим при этом, что Протазанов никогда не был режиссером, который тяготел к фантастике. Его стихи – это, прежде всего, психологическая драма, бытовая комедия. Работа именно в этих жанрах создала ему репутацию профессионала высочайшего класса. Поэтому это его согласие экранизировать фантастический роман, на первый взгляд, выглядит странным. Но, с другой стороны, для режиссера, только что вернувшегося на родину после многолетнего пребывания в Европе, новая Москва, Россия, времен Неппа стала своего рода социальной фантастикой. Его выбор остаться на родине был непоколебимым. Он понял, что жить ему придется именно здесь, а значит, и попытаться принять эту жизнь. Впрочем, как крупный художник и истинный древолюционный русский интеллигент, Протазанов, надо сказать, всю свою жизнь продолжает держать относительную дистанцию в своих отношениях к советской власти. Он редко отзывался на советскую злобу дня. И после «Элиты» он снимал преимущественно экранизации классических произведений русской литературы, сатирические комедии, психологические драмы. А «Элита» таким образом для Протазанова фильм ни в коем случае не случайный. Как я уже сказал, это взгляд вот этого русского интеллигента на Россию 1924 года с ее бытом, с ее мечтами, с ее проектами, с ее непонятным настоящим, еще более неведомым будущим. Сюжет романа был значительно переработан известным драматургом Алексеем Файко и Федором Оцепом, знаменитым сценаристом и режиссером, впоследствии эмигрировавшим из страны и сделавшим себе имя в Европе. Вся марсианская часть сюжета оказывалась сном главного героя, инженера-изобретателя космической ракеты «Лося». Сон позволял нарушить жанровые законы и пренебречь единым стилевым решением. И картина таким образом оказывалась четко разбитой на две части – марсианскую и московскую. На этом простейшем противопоставлении базируется традиционная трактовка истории. Марс – это буржуазный старый мир, искаженная проекция действительности, а Москва – это мир современный, революционный. Впрочем, бытовые зарисовки Москвы, которые удались протазану блестяще, Москвы времен НЭПа, не слишком напоминают мир будущего, коммунистическую сказку. Борьба старого и нового ведется не на Земле и не на Марсе, а основные противоречия внутри человека. Они мучают главного героя, конструктора «Лося». Сюжетом фильма таким образом оказывается не сам полет на Марс, а личная история инженера «Лося» и его проблемы с женой Наташей и навязчивая мечта о царице Красной планеты. Конструкция фильма вообще много сложнее, тем кажется, на первый взгляд. Незадачливая мелодрама с комедийными эпизодами вдруг превращается в фантастический революционный фильм. Все это, между прочим, довольно живо напоминает ранее наивные шедевры Жоржа Мельеса «Полет на луну» и многие другие его картины. Сейчас вообще многие сюжетные ходы фильма выглядят достаточно наивно, но, впрочем, эта наивность достаточно обманчива, поскольку это скорее наивность басни «Изопа» или детской сказки. Интеллигент Лось и красноармеец Гусев отправляются на Марс в поисках лучшей доли. Один продолжать дело революции, а другой, совершив убийство, бежит от закона. На Марсе их разные стремления таким причудливым образом сливаются в единую цель. Что получается? Двусмысленность новой морали, двусмысленность положения революционера в начале 20-х годов и двусмысленность положения революционной интеллигенции, оказавшейся в ситуации между старым и новым, обретают в элите двусмысленность самой конструкции, самого рассказа. Свергнув своего отца Гора, правителя Марса и захватив с помощью землян власть на Красной планете, а элита становится диктатором на своей планете. Подобная конструкция многим напомнила сложные художественные построения шедевров немецкого экспрессионизма. Скажем, фильмов режиссера Рабера Вине, знаменитый фильм «Кабинет доктора Каллигари». Но здесь, опять же, не совсем точным будет это сравнение, поскольку, по своей сути, Марс стал неким идеальным будущим в варианте именно советского авангарда. Авангарда, который здесь виден в костюмах знаменитой художницы Александра Экстер, в авангардных декорациях Сергея Козловского, увиденных глазами замечательного оператора, а одно время режиссера Юрия Желябурского. Наверное, именно эта марсианская часть обеспечила элите бессмертия, это безусловно. Большой мастер психологического жанра, заслуживший славу гения древолюционного кино, Протазанов наполняет земную часть картины очень точными бытовыми зарисовками. Он приглашает в картину известнейших театральных актеров Николая Царители, Николая Баталова. На элите, кстати, Протазанов впервые работает с Игорем Ильинским, который впоследствии стал его любимейшим актером. А самой элитой стала признанная красавица того времени Юлия Солнцева, будущая жена Александра Довженко, для которой роль элиты так и осталась, наверное, самой значительной ролью в кино. Файко рассказывал, как очень долго искали красавицы на роли элиты. Это происходило в Большом кабинете, где Протазанов принимал актрис. Красавицы приходили гурьбой ежедневно. «Я всех не запомнил», пишет Файко, «не всех знал, но всеми ими любовался». И помню, что из знакомых актрис там были Гоголева и Кемарская. А после долгих поисков Протазанов становился на молодой начинающей актрисе Юлии Солнцевой. Для общей концепции фильма оказывается принципиально важным создать точный бытовой портрет Москвы времен Неппа. Такой, который он увидел впервые, когда приехал в Москву из-за границы. Достоверность и точность реальности, как в кривом зеркале, отразится в фантазийных, фантастических марсианских эпизодах. Эти сочные, типично Протазановские, московские эпизоды вызвали восторг. Критики того времени считались главной удачей картины, в то время как марсианская часть, как ни странно, вызывала недоумение. Сейчас, спустя много лет, очевидно, что такое стилевое раздвоение может быть даже одна из структурных особенностей Айлиты. Первые натурные съемки Айлиты проходили еще 7 ноября 1923 года во время демонстрации в Москве. Протазанов любил совмещать игровые кадры с документальными. Павильон, в котором велись основные съемки, располагался неподалеку от нынешнего стадиона «Динамо» на Масловке, старой московской окраине, которую сегодня даже при самом большом желании окраиной уже не назовешь. И вот здесь, в Петровском парке, еще в 2013 году был построен стеклянный павильон, где обосновалось товарищество «Русь». Декорации, выстроенные замечательным художником Сергеем Козловским, было очень трудно освещать. Приходилось тащить восьмипудовый прожектор чуть ли не под потолок павильона. С горящим прожектором в руках, примастившись на какой-нибудь дощечке, изобретать приспособление световых эффектов. Но даже огромный энтузиазм и незаурядная изобретательность спасали далеко не всегда. Света не хватало, и приходилось прибегать к помощи военных прожектористов. Операторы Юрий Желябужский и немец Эмиль Шуниман работали в очень сложных условиях. Из-за недостаточной осветительной мощности приходилось использовать дневной свет, проникавший сквозь стеклянную крышу. И однажды, когда облака почти сорвали съемку громадной массовки, Желябужский, понимая, какими расходами чреват этот отказ, начал снимать во что бы то ни стало. Шуниман, надо сказать, был настроен очень скептически, но, проглядев проявленный негатив, понял, что все получилось просто великолепно. Интересно, какие способы рекламы использовались тогда для того, что впоследствии получили название промоушен или раскрутка фильма. На страницах киногазеты появились крупно набранные слова «Анта одали ута». Эти слова бежали по всем четырем полосам, путешествовали из номера в номер. Они же кричали с афиш, наклеенных на заборы, и стены домов, с транспарантов, или, как сейчас говорят, баннеров, пересекавших московские улицы. И так продолжалось долго, пока, наконец, 23 сентября 24 года киногазета не объявила. Сигналы, получаемые все это время радиостанциями всего мира, эти самые таинственные «Анта одали ута», наконец, расшифрованы. Что же они означают? Вы узнаете это 30 сентября в кинотеатре «Арс». В самом центре Москвы, на Тверской, посадка на театр «Арс», ныне это театр имени Константина Сергеевича Станиславского, украсила объемная реклама. Красавица «Аэлита» и грозная владыка Марса «Тускуб» среди золотых колонн, кругов, квадратов, освещаемые то вспыхивающими, то гаснущими лампочками. Вообще, премьера «Аэлиты», состоявшаяся в Москве осенью 24 года, наделала много шума. Критика сердилась, публика штурмовала кассы, спекулянты грели руки на лишних билетах, а по слухам, толпа жаждавших посмотреть фильм была столь плотной, что даже сам Яков Александрович Протазанов не смог попасть на премьеру. «Аэлита» не является фантастическим фильмом, что называется «сайенс-фикшн» в чистом виде. Это социальная фантастика. Один из первых фильмов в жанре, в котором писали, например, знаменитые братья Стругацкие, в котором сняты «Сталкер», «Солярец», «Знезотмение». Я думаю, что не стоит искать в «Аэлите» предчувствие будущих социальных и политических катаклизмов и, с другой стороны, пытаться увидеть в «Аэлите» советский метрополис. А «Аэлита» рассказывает историю своего времени, историю человека, который отказывается от своего прошлого и принимает новую действительность. Очень личная история как автора романа «Аэлита» Алексея Толстого, так и режиссера Якова Александровича Протазанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова